МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кормильцы страны в Чувашии отмечают День работников сельского хозяйства. Будут спать спокойно предприниматели республики или с руководителем налоговой службы. Маршрутные автобусы, 4 легковушки. В Чебоксарах произошла крупная авария. Сегодня в Чувашии отмечают День работника сельского хозяйства. Аграрии нашей республики традиционно празднуют позднее, чем в других регионах. Только когда все полевые работы уже завершены. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с представителями департаментов Минсельхоза России Владимиром Лабиновым и Владимиром Тимофеевым, на которые обсудили аграрную ситуацию в регионе. Одним из ведущих направлений сельского хозяйства республики в этом году стало производство мяса птицы. Показатели выросли более чем на 20%. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, рост обусловлен появлением новых и современных птицеводческих организаций. В личных подсобных хозяйствах поголовье скота снижается, но за счет фермерских угодий и сельхозпредприятий этот показатель также вырос на 15%. В растениеводстве на показатели повлияли погодные условия, но не критично. Показатели финансово-хозяйственной деятельности, хозяйств по прибыльности намного будет выше. Тем самым они могут оформлять кредиты и с точки зрения подготовки уже к 2016 году, полагаю и рассчитываю на сельхозтоваропроизводство всех форм собственности, они подготовятся намного лучше. Производство молока – та отрасль сельского хозяйства страны, которая требует государственной поддержки. Как отметил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов, меры в этом направлении принимаются. Возможность введения механизма компенсации до 35% строящихся отмолочных объектов. Плюс мы туда же добавили объекты для выращивания молодняка, туда же. Пока еще размер компенсации не установили, но принципиально подход к выдаче этих сельд будет другой. Мы с 2016 года будем эти сельд направлять адресно. Мы постараемся существенно поднять размер племенной поддержки вашему региону, начиная с 2016 года. Мы это сделаем. Сегодня, несмотря на сложные экономические условия, сельское хозяйство Чувашии демонстрирует устойчивый рост и планы у агрария в Чувашии большие. Директор департамента управления делами и организационной работы Минсельхоза России Владимир Тимофеев подчеркнул, что реализовать их можно только при тесном сотрудничестве региональных и федеральных органов власти. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Перспективы развития животноводства в регионе обсуждали и за круглым столом. Еще в непростых 90-х Россия превратилась в крупнейшего в мире импортера мяса. С тех пор кардинальная ситуация не менялась. Однако с момента введения продовольственных санкций ввод с мясной продукции существенно сократился и большую часть компенсировали наши российские производители. Санкции против нашей страны начались с санкцией банковских. То есть крупнейшие банки были лишены иностранных кредитов. И наша экономика по разным подсчетам приблизительно не получила 170 миллиардов долларов. Ну и естественно, наше государство было вынуждено сменить ориентиры, повернуться к АПК лицом и искать возможности материальной помощи для АПК. Так, производителям молочной продукции это направление стало приоритетным в аграрной политике государства. В следующем году обещают увеличить компенсации затрат на строительство животноводческих объектов. Такие меры могут повысить привлекательность молочного животноводства, отметил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов. За 9 месяцев этого года производство молока в стране увеличилось на 2%, а тенденцию нужно закрепить. Чувашия, традиционно аграрный регион на уровне субъекта ПФО выглядит достойно. За 9 месяцев текущего года производство мяса на 100 гектаров в субъект составило 7,7 тонн, это третье место ПФО, молока 33,5 тонн, это второе место ПФО. Впрочем, чтобы накормить население, только произвести продукт недостаточно. Тут на сцену выходит извечный конфликт переработчиков, производителей и продавцов. Чтобы попасть в крупную федеральную сеть, отдавать продукт приходится по низким ценам. Чтобы наши закваски при получении нормального продукта работали, мы получаем больше высокой молока 25 рублей. Но, посмотрите, 29 мы им отдаем, минус, ратробонус 10% минусу, и еще минус 10% НДС. На чем должен остаться завод и как зарабатывать? Сколько я проводил совещания, встреч, всегда возникали вопросы, кто с кого снимает сливки. Я так понимаю, сейчас торговля снимает сливки с переработчика. Государственное регулирование цен здесь не поможет. Подобные меры всегда приводят к обратному эффекту, дефициту товара, заметил Владимир Лабинов. Для переработчиков куда выгоднее и самим производить сырье. Такой опыт, кстати, весьма успешный, в Чувашии уже есть. Меры господдержки будут направлены в том числе и на то, чтобы его развить. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Девяносто процентов произведенного хмеля в России приходится на Чувашию. По сравнению с прошлым годом урожайность увеличилась в 1,7 раза. Наши хмелеводы собрали около 180 тонн. Но, несмотря на положительную динамику, хозяйства ежедневно сталкиваются с проблемами в отрасли. Что мешает хмелю приносить прибыль, обсудили за круглым столом в рамках дня работника сельского хозяйства. Для Чувашской Республики развитие хмелеводства – экономически значимая программа развития сельского хозяйства. В прошлом году из республиканского и федерального бюджетов на закладку и уход за хмельниками было выплачено более 800 тысяч рублей. Но все эти средства получают в качестве субсидий производители, а не переработчики. В результате продукты и его переработки на рынках России появляются в основном из-за рубежа. Сложное положение в Республике складывается и с обеспечением хмелепроизводителей спецтехникой. Из 13 комбайнов в рабочем состоянии только 7, из 9 хмелесушилок – 6, а средний возраст оборудования – более 30 лет. Если в начале 90-х годов прошлого века в России производили 7 тысяч тонн хмеля, в Чувашской Республике – 3 тысячи тонн хмеля. Это вместе с Украиной раньше было. Значит, сегодня мы производим только 300 тонн хмеля, максимально 300 тонн. Это большое было бы подспорье для наших крестьян, для наших коллективных хозяйств. Они бы могли зарабатывать приличные деньги. Республика могла бы сегодня ежегодно пополнять свой бюджет в пределах 3 миллиардов рублей. В то же время отрасль не стоит на месте. Постоянно совершенствуются технологии переработки хмеля. Развитие невозможно без расширения мощностей. И это требует значительных финансовых затрат. В текущем году на государственную поддержку хмелеводства предусмотрено около 6 миллионов рублей на закладку и уход за многолетними насаждениями. При условии успешной реализации хмеля часть затрат возместят и из республиканского бюджета. На эти цели заложено 2,5 миллиона рублей. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов. Республика. Встали за Чуваший. Праздник для аграриев в этом году решили провести на арене столичного Ледового дворца. Сюда приехали гости со всех районов республики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Настолько масштабно День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Чувашии не отмечали никогда. Фойе Ледового дворца, свои экспозиции развернули многие предприятия и агроотрасли. Презентация новых товаров, дегустация мясных деликатесов и сыра. У стендов выстраивались очереди. Ну, газовики, «Газпром» все забирают по полной программе. Здесь практически реализация есть в наших магазинах. Но объемы нужны намного больше. Целевостребованных. Замбайский, Чулгунь, Адыгейский. Муниципалитеты республики удивляли гостей национальными танцами и песнями. У каждого стенда своя концертная площадка. Мы ежегодно, вот своей подругой, специалистом, которым вместе работали в управлении средств и хозяйства, ежегодно стараемся, если состояние здоровья позволяет, приезжать в Чебоксары. Очень-очень понравился. Все хорошо организовано, стенды хорошие. Народу много и интерес большой у всех. Особенно выставка понравилась. Свои достижения сельхозпредприятия республики выставили на показ. Аграрии признаются, год был непростой. Но несмотря на капризы погоды, многим удалось собрать хороший урожай. Все планы выполнены. Есть на столе каравай, полны корма зерном. Народ сегодня гуляет, празднует свой заслуженный праздник. Для аграриев республики привезли хорошие новости и представители федерального минсельхоза. На следующий год в ведомстве готовят новые формы поддержки молочного животноводства. Мы увеличиваем размер грантовой поддержки на создание семейных животноводческих ферм. Есть очень хорошие поручения президента по борьбе с фальсификатом, по новым правилам маркировки продуктов, изготовленных с использованием молочных ингредиентов. Это существенно расширит емкость молочного рынка и освободит молочную полку для молочных продуктов. В Министерстве сельского хозяйства страны уверены, что такие меры будут стимулировать аграриев на создание новых молочных ферм. Наша задача, мы над этим думаем, мы это обязательно сделаем, разработать механизмы, которые бы заинтересовывали предприятия, перерабатывающие промышленности, быть инвесторами в развитии собственных сырьевых зон. Я думаю, что комплекс этих всех мер все-таки создаст в России и в Чувашии в особенности условия для достаточно радикального изменения состояния развития молочного животноводства. Заниматься агробизнесом становится выгодно с каждым годом, отметил глава республики. Михаил Игнатьев призвал аграриев региона не снижать оборотов, а напротив, наращивать темпы. Сегодня, с учетом того, что отдельные страны предъявили санкции Российской Федерации, для нас появились дополнительные возможности. И грех нам, если мы не воспользуемся этими возможностями. Сегодня селяне знают, что произвести, как произвести. Наша задача найти еще больше предприимчивых предпринимателей, чтобы они занялись этим любимым делом. В сельское хозяйство начала активно приходить и молодежь. Профессии, связанные с АПК, всегда будут актуальны, и поэтому я уверена, что после окончания вуза я поступлю на хорошую работу и буду хорошо зарабатывать. В этот раз они собирают урожай наград. Перед векам отрасли на праздники работников сельского хозяйства вручили благодарности и дипломы. По традиции, именно здесь подвели итоги конкурсов среди муниципалитетов, предприятий и хозяйств. Медриковалев, Сергей Рябчиков, Республика. После выборов в органы местного самоуправления представительные органы власти объявили конкурсы на замещение должностей глав администрации. Сегодня все руководители администрации районов и городов Республики назначены. В 19 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики необходимо было провести конкурсы. Они прошли, кроме Ядринского района. И практически, уважаемые уже главы администрации районов и городов, вы приступили к выполнению своих обязанностей. Прошу всех вас честно работать, выполняя свои прямые функциональные обязанности, служить своим жителям. Обязанностей у глав районов и городов Республики немало. Необходимо грамотно использовать денежные средства из республиканского бюджета и активно работать над пополнением доходной части местной казны, привлекать инвесторов, следить за выполнением социальных программ, развитие сельского хозяйства, обустройство населенных пунктов, повышение качества жизни селян. Чиновникам предстоит большая работа. В Шумерле из-за аварии на магистральном трубопроводе по улице Горького прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в 42 многоквартирных жилых домах и трех детских садах. Михаил Игнатьев взял ситуацию под личный контроль и поручил всем службам немедленно приступить к устранению последствий. 30 октября оперативной дежурной службы в главе Республики было доложено об отключении горячего водоснабжения и теплоснабжения 42 домов и трех детских садов, порядка 3,5 тысяч жителей города Шумерле, главой Республики. Данная ситуация взята под личный контроль. Все службы, соответственно, с его поручением сегодня задействованы. Это, в первую очередь, МУП Теплоэнерго города Шумерле, Министерство строительства Чувашской Республики и, соответственно, дежурная служба ГКЧС Чуваши. По оперативной информации, сейчас завершается слив горячего водоснабжения из труб. Обнаружен прорыв, это диаметр трубы 300 мм. Сегодня планируется до конца вечера приступить к сварным работам. Планируется устранить аварию в течение суток. Вчера в Чебоксарах произошла крупная авария. Среди белого дня на участке дороги по Игерскому бульвару столкнулись пять автомобилей. Несовершеннолетний водитель 14-й выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. Невольными участниками аварии стали еще три иномарки. Как выяснилось, у молодого человека не было водительских прав, а сама легковушка была арендованной. В результате столкновения пострадали семь человек. Водитель, пассажир ваза и пять пассажиров маршрутки, в том числе и беременная женщина, последняя была госпитализирована в больницу с травмами средней тяжести. Остальные после оказания медпомощи отпущены домой. По факту аварии проводится проверка. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. 30 октября 1974 года осужденные, отбывающие наказание в мордовских и пермских лагерях, начали голодовку против политических репрессий в СССР. Пик репрессий пришелся на 30-е годы, когда врагами родины стали миллионы человек. Часть их была расстреляна, часть погибла в лагерях. Даже у тех, кто подвергся административным мерам, жизнь была сломана. Они стали изгоями, их детей не принимали в учебные заведения, их близкие отвернулись от них. В Чувашии, по официальным данным, советская система погубила свыше 14 тысяч человек. В память о них на старом кладбище по улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах установлен памятник. На этом месте пролегал ров, где закапывали тела расстрелянных в НКВДшных застенках. Его остатки до сих пор сохранились. Репрессии в Чувашии связывают с именем первого секретаря обкома партии Сергея Петрова, который, не моргнув глазом, отправил в расход всех своих политических оппонентов. Но, как сказано в Писании, «какую меру умерите, такое и вам будет отмерено». Петров тоже был расстрелян. Горькую участь разделил с ним и начальнику ГПУ Павел Неконоров, после революции взявший себе звучную фамилию Суворовский. В 1937 году он выступил против репрессий и сослуживцы отправили вслед за сотнями расстрелянных и своего бывшего шефа. Возможно, их тела покоятся как раз под пятиконечной звездой. Сквозь нее отчетливо видна тюремная решетка – символ счастливого будущего, за которое они сражались и которое оказалось столь безжалостно к ним. День жертв политических репрессий – еще одно напоминание о том, что нельзя заставлять человека выбирать между свободой и жизнью. Эти понятия неразделимы. За что, как и сколько платить в связи с изменениями налогового законодательства? Что нового будет в кодексе в 2016 году? Ответы на эти вопросы предприниматели смогли получить на встрече бизнес-сообщества с руководителем налоговой службы Чувашия. Более 50 предпринимателей из районов и городов Чувашии приехали в Чебоксары, чтобы пообщаться с руководством налоговой службы республики. В рамках проекта «Бизнес и власть. Открытый диалог» по инициативе уполномоченного по правам предпринимателей региона бизнесмены уже встретились с главами администрации столицы и города-спутника. Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые не могут себе позволить обращаться к юристу по каждому вопросу, подобные встречи, возможность получить консультацию из первых уст. Предприниматели на сегодняшний день в основном они честные, порядочные, но ошибку совершают много из-за незнакомых. Потому что, как говорят, два юриста, три меня нет, а третий правильный. Я на таких мероприятиях стараюсь постоянно участвовать. Эти, конечно, дают очень плодородные результаты. Налоговая служба республики подобную инициативу бизнесменов поддерживает. Непосредственные встречи с налогоплательщиками оказывают большое влияние на работу исполнительного органа власти. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу с нашим бизнес-сообществом для того, чтобы, во-первых, и выслушать какие-то отрицательные моменты для того, чтобы улучшить нашу работу, работу налоговых органов по обслуживанию наших налогоплательщиков, по качеству предоставляемых услуг. Поэтому, я думаю, здесь полезная встреча была с обоих сторон. Как и для нас, налоговых органов, так и для наших налогоплательщиков. Мы постарались ответить максимально на все заданные вопросы. За два часа общения удалось обсудить вопросы взаимодействия между предпринимателями и налоговой службой, а также поговорить на тему изменений, которые ожидаются в 2016 году. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Прививать интерес к родной культуре необходимо через народное творчество. Именно для этого создан в Страссийский форум этнокультуры «Золотая колыбель». В Чебоксарах познакомиться с опытом работы по этнопедагогике на одной площадке собрались учителя из разных регионов России. Форум посвящен основателю Чувашской этнопедагогики, академику Генназию Волкову. Всю жизнь он посвятил интеграции народного творчества в образовательный процесс. Теперь его дело продолжают на уроках культуры родного края, чувашского языка и литературы. На мастер-классах в 62-й столичной школе учителя показали процесс вышивания и объяснили, как читаются символы чувашской вышивки. За другой дверью урок по народным играм с традиционными песнями и танцами. Дети, которые не знают чувашского языка, но с удовольствием занимаются постижением народных ремесел, ценностей чувашской культуры. А этнопедагогика, то есть через сказку, чувашский язык, не заставляя, не уча правила грамматики, которые в чувашском языке очень непростые, очень сложные, а именно привлекая вот этим естественным народным творчеством. Профессор из Воронежской области Елена Губанова учит лепить глиняные игрушки-свистульки. Издавна ими не только играли, но и освистывали жилища от злых духов. Насечки, знаки солнца, воды и земли – элементы во многих национальных культурах одинаковы. Через игрушку передается огромный пласт традиций. Отражая в игрушке эти элементы, мы этим самым призываем вот эти стихии природы вот именно на положительное такое, на урожай. Поэтому игрушка, она такой очень, знаете, точный и в то же время емкий элемент поликультуры. На этом общение педагогов не заканчивается. Обмениваясь опытом, они активно внедряют новые методики на уроках в своих школах. Таким образом уроки будут проходить еще интереснее и знания будут усваиваться лучше. В 1975 году в Чебоксарском заводе промышленных тракторов запустили производство легендарного тяжелого 330-го. Преимущественное отличие трактора – переднее расположение кабины, что значительно облегчило работу водителя. В честь юбилейной даты сегодня во Дворце культуры тракторостроителей прошел праздничный концерт. А мы расскажем об этом подробнее в понедельник. Таким стал последний рабочий день этой недели глазами корреспондентов национального телевидения Чувашим. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова